Сварочный аппарат Денис решил купить в середине лета. Подходящую модель нашёл в интернете. С деньгами отправился в указанный на сайте магазин. Я как бы 20 июля пришёл в магазин «Дом сварки» купить сварочный полуавтомат. Так как его не было в наличии, мне предложили оставить 100% предоплату, якобы она ускорит процесс поставки. За товар парень отдал почти 3000 гривен. Привезти аппарат в магазине обещали уже на следующий день. Но даже спустя неделю оборудование Денис так и не получил. Пошёл писать заявление на возврат денег. Когда забирали моё заявление, я говорю, давайте предоплату. Он мне отвечает, что, ну, понимаете, в данный момент в магазине денег нет, мы не храним наличность в магазине. Давайте, как только будут деньги, мы вам позвоним. Не дождавшись денег, Денис обратился в милицию. Правоохранители заводить дело не стали, а жалобу парня передали в госпотребинспекцию. Там планируют проверку торговой точки. Тем временем мы решили самостоятельно выяснить в магазине, почему покупателю не возвращают деньги. Вопросы журналистов персонал переадресовывает на директора. Пока ничего не могу помочь, пожалуйста, через полсиции. Раньше он не будет. У меня его нет, подождите, он подойдёт. У одного из сотрудников магазина всё же удалось услышать маломальское объяснение. Посмотрев документы Дениса, утверждает, к этой продаже их торговая точка отношения не имеет. То есть, в оплату здесь делали? Да, да, да. Это на ЧП? Да. То есть, это не на Дуне сварки, всё это дело. Это дом сварки, дом сварки, это честный предприниматель. Это совершенно разные предприятия. Но в госпотребинспекции разъясняют, название магазина – только бренд. Под ним работает не один предприниматель, в том числе и тот, на которого жалуется Денис. За восемь месяцев – это, наверное, наиболее часто встречающаяся фирма, на которую поступают жалобы. То есть, дом сварки – это в среднем по одной жалобе в месяц это так точно приходит. Причём, даже не только от жителей Харькова и Харьковской области. Нам жаловались и представители других регионов. Это и Донецкая, и Днепропетровская область, и Крым. Но непосредственно Севастополь жаловались, то есть телечёв. Жалобами и возмущёнными отзывами на торговую точку пестрит и интернет. Там пишут люди почти со всей страны. Хотя есть и положительные отзывы. Впрочем, почти все на собственном сайте магазина. Ксения Бай, Борис Буцевич, Алексей Жучков, Павел Кубраков и Александр Гнедый. Медиагруппа «Объектив». Ксения Бай, Борис Буцевич, Алексей Жучков, Павел Кубраков и Александр Гнедо.